Сказать, все-таки это очень, наверное, будет важно. Одна из последних оценок. Один из лучших хотел улучшить и без того совершенное. И что из этого вышло? Вот это о Люцифере. Но все-таки очень важно. Один из лучших хотел улучшить и без того совершенное. Понимаешь, какая это? То есть нет такой... Никто не говорит, что это что-то такое ужасное. Вот как долется. Я тут еще немножко прочитаю. Потому что мы еще завтра будем читать. Вы также в 10 утра будете завтра читать. Да. Значит, это уже из сферы Нептуна, которое представляет здесь, в нашем солнечном планетарном сообществе, через планету Нептун идет зодиакальное влияние. Это сфера мудрости. Наше сознание вакуумное во всех отношениях. Поэтому его воздействие эквивалентны биоэнергетическим отношениям самих клеток организма, которые можно определить как трансформаторы пространства. Само сознание способно вырабатывать в невероятном количестве внутриатомные структурные частицы и создавать любые объекты реальности через мобилизацию своих внутренних потенциалов. Организм человека есть точка пересечения различных по своей природе информационных потоков в одномоментную целостность субличностных форм проявления. В кресте единичное поле личности и всеобщее поле жизни совпадают и создают возможность роста в бесконечность вечности. То есть распространение физическую материальность, духовного основания всего мироздания космического разума, нашего Отца Небесного. Мир, который в нас и мир, который вокруг нас, выравнивается по факту божественного присутствия в нашем сердце, создательный мир. Тогда Царство Божие действительно обретается внутри вас, и вы становитесь властелином этого Царства, который сами создали в себе. Потому что когда все зодиакальные генератора пройдены, возникает резонанс и открывается портал перехода из трехмерной энергетики физического мира в эндмерную духовную энергетику, в новые качества самого себя. Скорость совершенного энергоинформационного управления 10 в 17 степени секунды. Это скорость божественного управления, которого человек не может достигнуть в своем сознании, чтобы управлять атомными и молекулярными конфигурациями. Для такого управления люди изобрели коллективное зеркало божественной фокусировки сознания – Новый Завет. Но сам Иисус никогда не говорил о том, что Он принес на Землю Новый Завет. Он принес божественное учение, которое было искажено и извращено под нуждом церковника. Иисус говорил, что принес новые заповеди, а не Завет. «Любите друг друга и будьте как дети». Он говорил людям, что Бога надо любить, а не бояться. На иврите значение «чтить и бояться» переводится одним словом – «иреа». Переводчики Библии оплевали отца, выбрав по своему умыслу второй смысл слова «иреа». Им хотелось запугать людей Богом. Но разве Он пугал? Нет. Он – идеал для подражания. Иисус не раз говорил своим ученикам, что пришел не опровергнуть закон, а исполнить. А какой закон? Ветхий, как называют его церковники? Нет. Его истинное название – древний, а не ветхий, ибо ничего ветхого в нем нет. Пятью хлебами и двумя рыбами накормил Иисус тысячи людей, собравшихся у Капернаума. Пять хлебов – это пятикнижие Моисеева, Тора. Пять уровней развития человека. А две рыбы – это два завета. Радужный, переданный через Ноя, и древний, переданный через Моисея. Вот какие хлеба и рыбы раздавал Иисус. Остатки хлебов и рыб, то есть знания ученики Иисуса, двенадцать коробок собрали. Кор – это дом, зодиакальный дом. Значит, то, что не вместилось в сознание древних евреев, распределили по звездным хранилищам зодиака. Свет и камень – основание начальных божественных заветов. А наше сознание – это вода, зеркало отражения, либо фокусировки знаний. Древний завет, как краеугольный камень знания человека, передал человечеству на каменных скиджерлях. Наш гипофиз, как промежуточная структура сознания, тоже песчинками наполнен, причем в совершенной огранке бриллианта – восемьдесят от одна грани. Что же нужно сделать, чтобы изменить в сторону совершенства нашу земную реальность? Надо не отражать, а фокусировать в своем сознании божественные знания. И это приводит к раскрытию следующей реальности. В Библии есть упоминание о страшном суде. Одни и древние – это те, кто осуществляет страшный суд. Троица. Но они вносят не приговоры, а суждения с позиции любви. Суждения с позиции любви. Вот что такое страшный суд. Это разбор полетов по дням. Что делал, как делал и что из этого вышло. Вот в чем суть страшного суда. Троица есть Верховный Бог пространства-времени, а Бог Всевышний – Небесный Отец для всех семисот локальных вселенных. Мы живем в определенном частотном диапазоне восприятия. Мы можем воспринимать только то, что нам передают, транслируют на этих частотах. Но ведь одновременно существует жизнь и на других частотах, от нуля до бесконечности. Каждая звезда – это ретранслятор. И у каждой свой неповторимый спектр излучений, которые соностроены с мозгом человека. Мозги Вселенной тоже друг с другом, как две капли воды. И каждая клетка мозга – фрактал Вселенной. В сознании человека – зеркальная полусфера. Внутри зеркала люди ощущают прилию, уплотнение и рассредоточение информации. Если эти импульсы воспринимаются с интересом, то у людей открываются каналы интуиции. Сейчас на Земле три завета. Третий завет, завет грядущего, символизирует знание древа жизни. Кто проходит сефиры древа, тот обретает личностный договор с Богом, персональный, полуимённый. И Бог и человеческий статус. Вот когда мы строимся богами. Когда все атомы и молекулы этого мира будут подчиняться сознанию божественного человека. И не будет таких проблем, которые он не сможет решить. Ни социально, ни геофизически. Избрав в качестве преобразующих реальность инструментов матрицы божественных заветов, мы признали как авторитет не изыски собственного ума в виде магии или технического прогресса, а каноны божественной мудрости, убили в своей мысли до прозрачности. Это и есть брачный союз со своим духом, где жених, то есть сын, должен прийти в белых одеждах к духе святой. А кто не в брачных одеждах, тот не жених, а только друг, потому что ходит не по духу, а по плоти. Мозг человека – это не центр, а система слаженно работающих нейронов, принимающих сигнал. Цвет – это определенная частота атомных холебаний, которые мозг расшифровывает как оптику света, как язык. Белый цвет – синтез всех цветов. Мы созданы по образу мышления нашего Отца, то есть по своему соответствию, чистым мыслям божественных вибраций. Чтобы прийти на брачный пир, надо убелить нашу плоть для сочетания с Духой Святой. А Отец при этом какую роль играет? Роль Отца. Потому что к Отцу прийти может лишь тот, кто Духом Святым ведут, то есть достигший богочеловеческого статуса. Приблизился к Отцу, прикоснулся к Нему и сам Богом стал. Такого Сына уже не благословляют, а богословляют. Потому что Он уже стал не подобен, а богоподобен и становится с Отцом одного роста. Он становится новым первозвуком из безмолвия Абсолюта, беспредельной непознаваемости космоса. Что делает нас с людьми? То, что нельзя запрограммировать чувства, идущие от сердца человека. Что делает нас с богами? Готовность вечного служения божественным истинам. Делать все, ориентируясь на божественные идеалы. В начале было слово. Это не просто слово, а словотворение, логоц. Логоц собирает Вселенную. Он во всем и все в нем. Произнеси такое слово могут лишь три сына Создателя в единстве. Троица. Верховный Бог нашего физического мира. Они распорядители духа материи, эфира, девственной материи тонкой реальности. По воле и идее Отца, логоц создает проект всей Вселенной и становится вселенским разумом, вселенской мудростью и любовью нового мира. Он творец, значит, зодчий Вселенной. А исполнительная энергия творения – Духа Святая, с которой его обручил Отец. Так обретается счастье и единение с Богом. Иметь счастье, то есть соучастие в творении. В каждом таком творении открывается новая реальность, ибо Бог ходит только нехоженными путями. Верховном Боге нашего мира, Троица, о Верховном Боге нашего мира, Троица, было хорошо известно древним людям Земли. Терриалистик – символ Троица. Был и на коронах ебетских хараонов, и в алтарях древних мальтийских храмов, и в пирамидах древних май и инков, и даже в петроглифах эгалитических сооружений Кольского полуострова. Троичный принцип строения позволяет создавать бесконечным множеством вариантов творения. У древних евреев было инструмента и творение – буква и цифра. Знаешь буквы и число, которые оно выражает, а также значение числа, получаешь что-то третье – духовное управление. Три уровня системы, образующие управляющий сигнал. Благодаря этому разъединенное должно соединиться. Вот сознание начинает резонировать со сверхсознанием и образовывать реальность физического мира. Ну, я думаю, что, может быть, на этом теории хватит, да, сегодня? К аппаратике перейдем. Мы первую часть там, знаете, честно прочитаем. Есть вопрос по этим текстам? Или все понятно? Это только кажется, что понятно. Приняли, а понимали будем всю оставшуюся жизнь. И вот я, когда писал эти первые книги, мне тоже казалось, ну, более-менее я понимал. Там у него непонятно было много для меня. Но мне казалось, что я понимал все-таки. Но когда я сейчас, вот, пошли тексты Сатурна и Нептуна, я понял, что я тогда не понимал. Вот самое интересное, что написал все правильно. Вот ни от чего отказаться не могу, потому что все написано правильно. Хотя понимания не было, но это же там... Я же только был, как вам сказать, записывающим инструментом, я просто писал. Вот это вы чувство понимания заняли. Но не искажал, слава Богу. И если бы я тогда искажал что-то от своего ума, вот это бы не сошлось с тем. Никак бы не сошлось, понимаете. А оно сейчас сходится, просто открывается смысл от того, что даже темным было для меня в то время. Аркадий Владимирович, знаете, что еще возникает? Вот смотрите, да, хатма, сефира, мудрости, 12-ти лучевой, да, 12-ти струнный луч, формирующий всю среду. Но это и есть как раз хроматическая гамма. Это не просто диеста повышающая. Это все, это 7 беленьких клавиш и 5 черненьких. Это вот тут-тутутутутутут. Это то, к чему пришло. Темперированное, выстроенное по вот этим участочкам, по полу-тома. Вот это и есть. И причем Сатурн строит именно внутренний мир человека, а Нептун строит внешний мир. Это тоже очень важно знать. Но мы это все поразберем. А Юпитер? Юпитер – это не сфера макроуправления, а планетарная сфера. Это сфера власти. Прежде всего. То есть все правители, все остальные. Но это, в общем-то, добрый ферраном знак правления. Гебура посерьезнее в этом плане. Сейчас там тоже все изменилось. Но там музей остался. И бог войны Марс вводит по музею экскурсии. И здесь возникает вопрос. Если есть еще кто, кто ходит в этот музей войны, интересуется, то он при деле. Понимаешь? Вот когда он опустеет, вот тогда у нас и войны не будет, и ничего не будет. Но это мы можем уже управлять. У нас вот через зодиаку уже есть все инструменты управления. Так что учитесь быть волшебниками.